Добрый день! Меня зовут Надежда Гура. Я куратор выставки «Искусство быть рядом», которая сейчас экспонируется в музее Царицыно. Также я несколько лет занимаюсь инклюзивным выставочным проектом «Искусство быть». Выставка, которую мы показываем здесь, часть этого большого проекта. Для нас очень важно найти новые пути для выстраивания диалога между искусством, современным искусством и зрителем. Мы всячески пытаемся исследовать, какие возможны пути взаимодействия зрителя, как искусство может быть направлено на разнообразные способы восприятия. Мы исследуем мультисенсорность, мы инициируем междисциплинарные проекты, мы исследуем разные поля между, между современным искусством и архтерапией, между современным искусством и психологией, педагогикой и новейшими жанрами, которые возникают в искусстве, разными гибридными форматами. Прямо сейчас для нас очень интересно в Царицыно смотреть тоже на контраст, на разницу между современным искусством и музейным пространством, в котором мы оказались, пространством дворца, где классистический стиль на контрасте работает как интересный комментарий к современному искусству. Здесь можно посмотреть, как современное искусство выглядит в разных декорациях. Я бы использовала это слово, потому что выставка размещена в четырех разных пространствах, у каждого из которых свой оригинальный характер. И можно посмотреть, как зритель воспринимает искусство в классической музейной экспозиции или, например, в оранжерее. Это очень интересно. Для настройки диалога между зрителем и искусством мы также используем еще один интересный вспомогательный инструмент. Мы организовали и провели школу арт-медиаторов. Арт-медиаторы – это люди, которые рассказывают зрителю про выставку, рассказывают про экспонаты, но говорят не как экскурсовод, заученный текст, какие-то сухие факты, искусствоведческую интерпретацию, а они всячески инициируют живой диалог между зрителем и искусством. Они воодушевляют, поощряют зрителя к тому, чтобы он сам искал ответы, чтобы он задавал неожиданные вопросы и чувствовал себя свободно. Нам кажется, что такой подход к современному искусству помогает зрителю найти точки контакта, эмоционально взаимодействовать с искусством и полюбить, и лучше понять его. Всем привет! Меня зовут Екатерина, и мы начинаем нашу арт-медиацию со второй оранжереи, в которой находятся шесть работ выставки «Искусство быть рядом». Работа, с которой бы хотелось начать – это видеоинсталляция Елены Рэмбо «Красивый жест». Все мы знаем, что главный канал коммуникации между людьми – это устная речь, она нам привычна и понятна, но плохо слышащие люди думают иначе – они общаются с помощью языка жестов. Художница Елена Рэмбо в своей работе хотела показать, как красив язык жестов. А для того, чтобы подчеркнуть еще более красоту этого языка, она окрасила руки участниц свечащейся краской. На экране мы видим серию интервью с людьми, которые плохо слышат. Они рассказывают свои истории из жизни. Серия постеров Маркуса Мартиновича, слова которыми ругается мама. Молодой художник 2006 года рождения страдает редким заболеванием аутизмом с тяжелой формой эпилепсии. Но болезнь не стала поводом для огорчения, а стала наоборот поводом для создания мира фантазий. Маркус очень много занимается творчеством и единственный человек, который всегда рядом – это его мама. Эту работу он и посвящает ей. Яркие буквы, выполненные на темном фоне, не отталкивают нас, а привлекают. Тем самым мальчик хочет показать любовь к близкому человеку маме. Вероника Павленко и студия «Особые художники» представляют следующую работу, которая называется «Правила поведения в городе». В студии «Особые художники» занимаются люди с ментальными особенностями. Ментальность – это то, как люди думают и чувствуют. Люди с ментальными особенностями думают и чувствуют немножечко иначе, чем большинство людей. Поэтому эта работа нам и интересна. Мы можем взглянуть с необычной точки зрения на, казалось бы, обычные ситуации в городе. Помимо того, что художники прекрасно рисуют, они еще обладают хорошим чувством юмора. Работа Владимира Селезнева «Я и другие я» приглашает зрителя поиграть. Мы все рождаемся разные и не можем на это влиять. Кто-то низкий, кто-то высокий, у кого-то голубые глаза, а у кого-то зеленые. В этой работе мы можем побыть тем, кем не можем быть в настоящей жизни. Можем быть с двумя глазами или с тремя носами. Абстрактный значит не совсем понятный с первого раза. Маша Сомик и Саша Виноградова представили свою работу под названием «Абстрактные люди». С помощью абстрактных образов художник Маша Сомик создает своеобразные портреты людей с помощью линий, точек, цветов. Она пытается найти совпадение во внешности и характере людей. А Саша Виноградова композитор с помощью мелодии записывает их портреты. Только в них нет ни голоса, ни звука, а только эмоции и чувства. Вы можете представить, как на самом деле выглядел этот человек? А как могли выглядеть вы? А вот перед нами портрет одного человека. Давайте послушаем, как он звучит. Искусство «Быть рядом» — это не только про людей, но и про музейные предметы. В этом зале стоит обратить внимание на то, как органично вписались работы нашей выставки в оранжерейный зал Государственного музея-заповедника Царицына. Этот зал, как и детская непосредственность, полон ярких красок, озорства и веселья. Привет, меня зовут Ольга. Хочу рассказать вам о работах выставки «Искусство – быть рядом», которые расположились в зале Арзамас. Начнем наше знакомство с работы Юлии Абзалдиновой, которая называется «Показать то, что нельзя увидеть». На одной из стен зала Арзамас разместились восемь фотопортретов. Автор снимала слабовидящих и незрячих героев. Кроме съемки, она записала с ними небольшое интервью. Автор инсталляции, добавив аудиодорожку и перфорацию, смещает фокус нашего внимания с обычной картинки на иные способы познания. Лайтбоксы устроены так, что если между автором и героем складывались доверительные отношения, то поверхность портрета вам покажется более теплой. Прямо за моей спиной сейчас вы можете увидеть фрагменты фильма «Анна Семенова и Ганн. Слова и люди». Именно он демонстрируется по определенному расписанию в зале Арзамас. Автор этого фильма задавала героям два вопроса. Какие слова поддержки вас вдохновляют, а какие раздражают. И вот перед нами проходит калейдоскоп лиц, героев, историй. И вдруг оказывается, что одни и те же слова одних людей очень мотивируют, а других очень раздражают. И, пожалуй, самый оптимальный и универсальный способ поддержать другого человека – просто быть рядом. На экране зала Арзамас вы можете познакомиться с фильмом петербургских художниц Надежды Ишкиняевой и Юлии Болинок. Называется этот фильм «Тактики вместе». Он состоит из двух частей. В первом вам предлагается пройти через определенную телесную практику, следуя указаниям авторов. А во второй вы можете познакомиться с фильмом о довольно новом для России явление сопровождаемом проживании. Когда люди из специализированных учреждений, интернатов или больниц переселяются в обычные дома, в обычные квартиры и в сопровождении специалистов живут обычной, нормальной, привычной для нас жизнью. Между подопечными и кураторами зачастую складываются непростые отношения. И этот фильм заставляет нас поразмышлять о таких вопросах, как «Что такое помощь?», «Как лучше оказать помощь?», «Всегда ли помощь нужна?» и о многом другом. Здравствуйте, меня зовут Кристина. Мы находимся с вами в Большом дворце Царицыно. Часть выставки «Искусство. Быть рядом» находится в одном из залов постоянной экспозиции искусства большого стиля. Как вы видите, в этом зале также представлены работы Маркуса Мартиновича из серии постеров слова, которыми ругается мама. Но, в отличие от второй оранжереи, в этом зале они представлены по-другому. В соседстве с предметами манежного искусства советской эпохи фразы на работах Маркуса звучат как попытка быть услышанными и понятыми. В современном обществе людям с ограниченными возможностями здоровья по-прежнему приходится прикладывать усилия, чтобы отстоять свою субъектность. Следующая работа Егора Рогалева, которая называется «Орган памяти». Эта работа скорее обращена к историческим событиям. В 1937 году были расстреляны участники драм-кружка Ленинградского общества глухонемых. Они были расстреляны за преступление, которого не совершали. В создании этой работы автору помогли глухие люди. Они прочитали несколько глав Николая Островского, как закалялась сталь на русском жестовом языке. Преобразовать движение рук актеров в звук помогает музыкальный инструмент термин «Вокс». В этой работе стоит обратить внимание на экспрессию русского жестового языка. Еще одна работа, представленная в этом зале, называется «Я тебя услышал». Художник Александр Образумов взял эту фразу «Я тебя услышал» из делового общения. Эта фраза в одном случае означает, что твое сообщение прочли, но не знают, как на него ответить, а в другом случае означает полное безразличие от твоего собеседника. Фраза представлена в виде голосового сообщения. Оно, как вид электронной коммуникации, сегодня является предметом споров в интернет-пространстве. Некоторые считают, что голосовые сообщения — это вторжение в личное пространство. Другие же думают, что голосовые сообщения помогают и упрощают жизнь, например, людям за рулем, водителям или же слабовидящим людям. Всем привет, меня зовут Варвара Кудлай, и сейчас мы находимся в одном из залов «Хлебного дома». В нем расположены четыре работы современных художников, и первый экспонат, с которым я приглашу вас познакомиться, называется «Баррикады тишины». создал этот экспонат Александр Морозов. Работа Александра Морозова «Баррикады тишины» — это звуковая скульптура, очень интересный жанр. Она состоит из нескольких частей. Первая часть — этот предмет, очень загадочный, на что же он может быть похож. Некоторые посетители видят очевидную связь с музыкальным инструментом, потому что здесь есть даже струны, и мы можем влиять на звуковое пространство всего зала. Но также очевидная аналогия с большими готическими окнами. Этот предмет как будто бы повторяет их форму, и у некоторых посетителей возникает интересная такая ассоциация с тем, что это очень похоже на гроб, что тоже имеет такие интересные окрашенные коннотации этого предмета. Хочу немножко рассказать про эту звуковую скульптуру. Вокруг нас четыре колонки, и Александр Морозов специально собирал звуки музея Царицына, чтобы поместить их в этом зале. Все звуки достаточно бытовые. Где-то мы слышим скрип половиц, где-то карканьеворон, и все эти бытовые звуки, которые мы слышим каждый день, соединенные в одном пространстве, дают нам познакомиться с местом поближе, дают нам приблизиться к этому месту. Следующая работа в этом зале — это работа Маяны Насыбуловой, которая называется «Смещение плоскости». Маяна — молодая скульптор, которая работает со смещением плоскости и перенесла архитектуру дворцов в другое место и в другую плоскость, с которой мы можем тактильно взаимодействовать. В этой работе Маяна переосмысляет пышность дворцов, которым у нас нет доступа в обычной жизни. Мы не можем близко рассмотреть барельефы на потолках, скульптуры на потолках. Здесь эти предметы перемещены в другую плоскость, и мы можем не только пристальнее глядеться в них, но даже потрогать. Но помимо всего прочего, Маяна предлагает посетителю выставки тоже стать соавтором этой прекрасной инсталляции. Мы можем раскрашивать эти барельефы, как нам хочется, и таким образом приблизиться к месту царицына, приблизиться к его архитектуре в прямом смысле этого слова. Вторая часть этой работы еще сильнее сбивает пафос этой пышной архитектурой дворцов. Она сделана из силикона, с ней особенно интересно и приятно тактильно взаимодействовать, но кроме того, ее розовый цвет заставляет нас задуматься о том, как архитектура может быть переосмыслена в современном мире. Эта работа называется Futura Minor и представляет собой точную копию галерею Futura в Нижнем Новгороде. Художник Иван Серый специально в точности повторил стены галереи Futura, которая является неприкосновенной. Ее стены являются неприкосновенными, поскольку сама галерея, само здание, в котором находится эта галерея, является объектом культурного наследия и охраняется государством. Здесь мы можем в прямом смысле быть рядом с этими стенами, мы можем их трогать. И очень важный момент, то, что мы можем смотреть, как меняется эта инсталляция, потому что здесь все время проходят выставки художников. Сейчас в галерее Futura Minor проходит выставка Екатерины Герасименко, которая называется «Музейные ограждения». Екатерина Герасименко работает с темой «Ощущение себя в пространстве музея» и переосмысляет то, какими могут быть музейные ограждения сейчас. Музейные ограждения часто влияют на наше восприятие искусства, они формируют наши маршруты, они определяют то, как мы себя чувствуем в контакте с произведением искусства. Здесь важно, что эти музейные ограждения сделаны из керамики. Екатерина специально подчеркивает их хрупкость и говорит о том, что музейные ограждения перестают быть ограждениями, а сами становятся предметами искусства. Этот зал наиболее плотно и тесно исследует историю места Царицына, но в то же время он переосмысляет роль посетителя в музее. Теперь мы можем в прямом смысле прикоснуться к произведениям искусства, что создает между нами и произведением искусства более тесный контакт и позволяет нам прочувствовать искусство на новом, другом для нас уровне. Субтитры создавал DimaTorzok